В советской анимации он создал три эталонных жанровых хита. Идеальная драма «Варежка», идеальный сай-фай «Тайна третьей планеты», идеальный ситком «Приключения крокодила Гены». А ещё вывел кукольную мультипликацию СССР на мировой уровень, хотя в рисованный тоже был супер-профи. Роман Качанов, имиджмейкер иконы русской культуры «Чебурашки». Монстры анимации. Роман Качанов. Великая Отечественная. Качанову 20 с небольшим. Он инструктор-десантник и смотрит свой первый мультфильм. Американский видеоурок о преимуществах автопилота. Теперь Качанов точно знает, чем займётся после дембеля. Десять лет он постигал профессию аниматора у сенсеев «Союзмультфильма». А в 1958 году дебютировал как режиссёр кукольного кино. Бывший боксёр Качанов сразу понял, куда бить, чтобы отправить зрителя в нокаут. Куклы и техники были разные, но в каждом мультфильме наблюдался избыток сентиментальности, доброты и сострадания. И вся эта буря эмоций часто на фоне полного отсутствия реплик. Только музыка, только психодрама. Уровень мастерства «Мохаммед Али». Первым хитом Качанова стала «Варежка» – история о детском одиночестве и воображаемом друге. Глядя на девочку, которая представляет, что её варежка – это собака, рыдали не только зрители. Жюри международных фестивалей со слезами на глазах давала варежке призы. Качанов умел создавать анимацию, пригодную для мирового экспорта. Детективный сай-фай «Тайна третьей планеты» по книге Кира Булычёва остаётся хитом не только в России. Во время проката в США Алиса и её комрады заговорили голосами Кирстен Данст и Джеймса Белуши. Во Франции дубляж делал Жан Рено. В Италии – Андриана Челентано. Но главной удачей аниматора стал Чебурашко. Именно благодаря Качанову он обзавёлся привлекательной внешностью и огромными ушами. В первоначальном тексте, который Эдуард Успенский позже отредактировал, уши были мелкие, а глаза – жёлтые. С новым мимимишным имиджем Чебурашко заполнил все сферы жизни – от конфет до анекдотов – и стал мировым брендом. Особую любовь к фриковатому животному испытывают в Японии. В 2000-х там сняли два новых кукольных мультфильма и даже 26-серийное аниме «Это что за Чебурашко». Фильмы Качанова сделаны добротно и с добротой. Он поднимал вопросы толерантности к инвалидам и людям с отклонениями, популяризировал историю. Именно в его мультфильме впервые прозвучал неофициальный гимн Питера «Что тебе снится?» крейсер Аврора. А в своей последней работе «Чудеса техники» Качанов предсказал электронные письма. За 10 лет до первого имейл-ящика. Активно заняться преподаванием режиссер не успел. Возможно, поэтому школа кукольной анимации в России больше не достигала таких высот, как во времена Романа Качанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова